Если это дом культуры мы покупаем, это первое, то это только надо, я считаю, что двумя руками за. А вопрос, состоящий в сумме, то это делается экспортная оценка, и экспортная оценка для бюджета только юридически, законно только при торгово-промышленной палате, когда выставок. Никакие фирмы, которые имеют лицензию на изготовление экспортных звитов для бюджета, они недействительны. Хотя законодательство гласит право, можно участвовать любой, но как раз независимая экспортная оценка делает только торгово-промышленная палата в Николаевской области. И только на основании этих выставков мы можем заявлять о стоимости данного объекта, где бы мы его не покупали. Вы не помните при этом голосовании были звиты торгово-промышленной палаты? Вот это я не могу сказать, я не помню. Это я честно и откровенно говорю, сколько объектов, это откровенно говорю, я не помню. Вы же помните, когда у нас 31 мая была сессия, на которой вообще предполагалось рассмотреть один вопрос, это одно углубление. Мы тогда хотели создать депутатскую комиссию по одно углублению. Какой 31 мая? 31 мая. И с голоса было внесено предложение пересмотреть и бюджет. Почему депутаты не помнят этот вопрос? Ну потому что, например, в нашей комиссии этот вопрос рассматривался в фойе перед сессионным залом. То есть, вот Сергей Васильевич нас собрал, мы не заседали. А вы собрали нас в фойе и говорите, вот давайте за это проголосуем. И мы проголосовали. Ну я-то, конечно, не голосовала. Протокольно мы это оформили. Мы оформили протокольно. Вот эти вот 11 миллионов протокольно были оформлены. Если говорить о Намыве. Да. Ведь нужен же этот там какой-то... Дом культуры. Дом культуры. Там не дом культуры. Там нужен вот это подобие для детей. А, типа сказки? Да, конечно. Нет, не типа сказки. Ну у нас вот как он называется. Дом творчества детей. По большому счету на Намыве очень много детей. И действительно много детей там. Нет, вопрос просто стоимости самого недостроя. Журналисты очень возмутились самой стоимостью. Конечно. Я тоже возмущаюсь. Вопрос денег стал. И если в 16-м году эти кирпичи продавали за... Ну, оценка была, письмо Жилобецкому есть, там 6 миллионов, то почему это подорожало до 11 миллионов на следующий год? Вот в чем вопрос, понимаете? Спасибо.